Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Улица Черемшанская, 254, первый подъезд. Металлическая опора бетонного козырька свою функцию не выполняет. Нарушена сварка, внизу он болтается. Внизу крепеж прогнил, болтается. То есть столб представляет для себя опасность для проходящих людей, особенно для детей, для стариков, которые пользуются вот этим поручьем. Постоянно его тянут на себя, столб наклоняется. Он уже где-то с год. Обращались, и с 3-го этажа обращались, и с 6-го этажа обращались в дом управления. Единственное, к сожалению, конечно, мы не писали бумаги, потому что бумага этих скопилась уже вон целая папка, на них ответов никаких нет. Поэтому просто обращались в ЖУ, но никаких действий не последовало. И в управляющие компании обращались, но никаких действий не последовало. Это было утром, в пятницу. Мастер пришла, все это посмотрела. Да, она сделала заявку. То есть заявку я не делала, только устно был разговор. Она все это посмотрела и сказала, хорошо, вот какие-то там эти квадратики, как там правильно металлические, вырежут, сварят, упор вот этих уголков должны сделать. Укрепить его. Да, но это было в пятницу, в утром. Боимся не только я, боится весь подъезд. Что он упадет нам на голову. Улица Свободы, 140, обещанного укрепления фундамента дома, жильцы так и не дождались. В октябре 2012 года у нас была очень сильно крупная авария. Водоотведение. Приехал эскаватор, задел фундамент, у нас все обвалилось. Целый месяц ждали, когда сделают. Не стали делать, водоканал приехал, заасфальтировал. Дыра как осталась, так и осталась. Администрация про все это знает. Мы уже писали в жилотделы и везде, чтобы нам сделали полностью везде фундамент. Заходите на кухню страшно, полы скрипят. Боимся, что уже все это проседает, разрушает еще больше. И боимся, что у нас все обвалится. Никаких действий нету. В злое управление тишина. Администрация отписалась и тоже тишина. Вот. Администрация через дорогу находит. Никто не приехал, не проверил. Ничего. У нас дом стоит в 40-х годах. Если все это обвалится, провалится, мы остаемся просто без жилья. И никому ничего не надо. Портплата повышается, все повышается. И тишина. Вот эта доска как лежит, так и лежит уже второй год. Вот в октябре будет ровно год. И ничего, тишина. Мы не знаем, куда уже обращаться. Мы собираемся подать на суд, потому что больше терпения нету. У нас бегать уже начали сороконожки в квартирах, мыши в квартирах стали бегать. Никогда такого не было. У нас очень теплый дом. А так как все время сырость, сперва говорили, в том году в октябре говорили, после аварии дом просохнет, сделаем. Наступила зима, все это промерзло. Растает, сделаем. Написали уже второй квартир, сейчас уже третий кончается. И тоже никто ничего не делает. Мы не знаем, куда обращаться. Улица Первомайская, 27, а крыльцо второго подъезда находится в разрушенном состоянии полгода. Но приступать к ремонтным работам коммунальщики совсем не торопятся. В феврале месяце был произведен ремонт, выпуск, канализации из дома в колодец. Приехали, все разрыли, разворотили в том подъезде, в первом и во втором. Значит, там плиты, которые лежали на входе, до сих пор валяются в газоне. Вон они там лежат. А у нас, вот видите, в таком состоянии оставили. Мы, значит, эти решетки, эти вот ограждения, которые делят зону входа от зоны мусора, они остались в висячем состоянии. Недавно играли дети, дети есть дети, одно из решеток чуть не убило ребенка. Вот, куда мы только не обращались. В общественную палату и, значит, и в ЖЭУ, и в ПТС-сервис непосредственно. Бесполезно. Сейчас было в ЖЭУ-9, по поводу этого, по поводу подвала, ответила не все сразу, начальник ЖЭУ, не все сразу. Все. Ничего конкретно не говорят. И как может старый, пожилой человек на эти ступеньки входить? Вы сами понимаете. Помогите нам хоть до зимы хоть что-то сделать. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok